Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире новости на канале Таджикского телевидения в студии Улухбек Салимбек Заде. И к основным новостям к этому часу. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 8 город Душанбе о назначении Белолзода заместителем министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Белолзода Фаргода заместителем министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эумали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 9, город Душанбэ, о назначении Умар Зода первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Проительство Республики Таджикистан постановляет назначить Умар Зода Улухбека Худжу первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан, председатель правительства Республики Таджикистан Эумали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 10, городу Шанбе. О назначении Файзлозода заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Файзлозода Нусратуло Кудратуло заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эумали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 11, город Душанбай. О назначении Карим Зоуда заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет. Назначить Карим Зоуда Абдурахмона Рахима заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эумали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 12, город Душанбе. Об освобождении Рахмат Лозода от должности заместителя председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет. Освободить Рахмат Лозода Шахноз Ибодулон от должности заместителя председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эумали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 1 февраля 2021 года за номером 13, город Душанбе. Об освобождении Файзлозуда от должности начальника службы по лицензированию градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Файзлозуда от должности начальника службы по лицензированию градостроительной деятельности Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эммали Рахмон. Таджиский народ обладает древней историей и культурой, начиная из глубины веков до наших дней, почитает национальные традиции и ценности, завещанные нам предками и прилагает усилия для их возрождения и обогащения широкого распространения в обществе. Среди возродившейся традиций особое место занимает праздники сада Навруз Мергон и Тиргон. Подробности об этом в следующем сюжете. Сада, который отмечался в древности, возродился в период независимости и уже шестой год широко празднуется по всей стране. В эти дни по всей стране проводятся мероприятия в честь этого праздника. Сада возвещает о том, что зима отступила, наступает весна и приближается Навруз. Философская суть этого праздника означает победу света над тьмой, тепла над холодом и добра над злом. Сада также является доброй вестью о великом изобретении человечества огня. Согласно древней арийской мифологии, огонь открыл для людей Хушанг, второй царь династии пеждадийцев, и праздник сада зародился в эту честь. Рождение огня считается символом продолжения жизни, ибо огонь наряду с водой, воздухом и землей является одним из четырех жизнеутверждающих элементов. Абулька Симфердавси в своем бессмертном «Шахнаме» пишет о величии этой древней традиции и признает ее высшим образцом обычаев наших предков. Писатели последующих веков восславляли эту добрую традицию, унаследованную от наших предков, и внесли свой весомый вклад в упрочение этого национального праздника. Сада наступает за 50 дней и ночей до Навруза, и как Наврузовская весть оповещает земледельцев о приближении весны и начале пахотных и других полевых работ. По существу сада является праздником земледельцев и призывает Дехканина готовиться к сезонным работам, напутствует тружеников на сплоченный труд во имя большого урожая на полях и садах. Земледелец с добрыми намерениями готовится к весне и в соответствии с обычаями предков разбрасывает по земле пепел костров, зажигаемых в честь сада. В эти дни Дехкани запасаются качественными семенами, готовят сельскохозяйственное оборудование к весеннему севу, очищают арыки и водостоки, строят планы посевной компании, создание садов и виноградников, осуществление других весенних работ. Это очень хорошее время для очищения старых садов и выращивания саженцев для новых садов. Этот год, по прогнозам специалистов, экспертов и заключению авторитетных международных организаций, будет тяжелым. Наши земледельцы должны прилагать еще больше усилий и как можно больше производить продукты питания. Одной из традиций праздника сада, которая зародилась в последние годы, это организация выставок и ярмарок, саженцев, плодовых и декоративных деревьев. Наши дыхкани и садоводы должны плодотворно использовать эти дни, предлагать жителям саженцы лучших урожайных сортов и высококачественные семена и тем самым вносить свой весомый вклад в продовольственную безопасность страны, развитие сельскохозяйственной сферы и благоустройство нашей любимой Родины. Также, пользуясь каждым благоприятным днем, жители должны заниматься очищением и благоустройством своих домов и дворов, мест проживания, расширять созидательные работы, украшать улицы и дороги, города и селения, навстречу нашего великого национального праздника Навруза. Стремление к созданию вокруг своего жилья чистоты и благоприятных условий уже стало традицией для каждого гражданина Таджикистана. Следует особо отметить, что праздники Сада, Навруз, Тергон и Мехргон, по словам ученых, являются важнейшей составляющей таджикского менталитета. Таджики с незапамятных времен славятся своей просвещенностью, любовью к литературе, наукам, творческим созиданиям и были известны как создатели государства, градостроители и градожители, оставили будущим потомкам богатую культуру и цивилизацию. Таджикистан по праву является прародиной Навруза Сада, Тергона и Мехргона. История каждого из этих праздников насчитывает более 6 тысяч лет. Предметом нашей гордости является то, что Древний Навруз сегодня стал международным праздником, и теперь эти праздники широко отмечаются во всех учреждениях страны. Таджикистан до наших дней сохранил свои традиции, а с обретением независимости еще больше почитает традиции и ценности, завещанные нам предками. Среди возродившихся традиций особое место занимают праздники Сада, Навруз, Мехргон и Тергон. В эти дни по всей стране проводятся мероприятия в честь праздника Сада. В общеобразовательных учреждениях также прошли мероприятия в честь этого праздника, ведь прививать уважение к древним традициям нужно с детства. Во время празднования школьникам рассказали о смысле, сути и значении этого праздника, о котором с восторгом описывали таджикские поэты и писатели. Ведь эта добрая традиция легла в основу календаря дихкан, желающих получить хороший урожай. Знание национальных традиций учащимися повышает не только уровень их образования, но и уровень самопознания и самосознания. Иди Сада, как я сделаю. Он всегда отличался чувством патриотизма и национальной гордости. И благодаря этим качествам может добиться еще большего и превратить нашу любимую родину в развитую передовую страну, шагающую вровень с современным миром. И далее к другим темам. Пожар на мусороперерабатывающем заводе в Нью-Джерси. Пожар вспыхнул в одном из цехов компании, а затем охватил большую его часть. Проснувшийся почти две недели назад вулкан Этна на восточном побережье Сицилии сегодня продолжает выплевывать из кратеров пепел, лавы и раскаленный газ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И до встречи.